Здравствуйте! Очень рада всех приветствовать. Меня зовут Катерина. И я, собственно, ваш педагог, спикер, учитель-наставник-сопроводитель. На ближайшие, кто останется с нами 7 недель, плотно и работает в путешествии по поиску ваших предков. Сегодня у нас вводная лекция, она такая минимум информативная для того, чтобы вас вдохновить, погрузить, рассказать, чем мы будем и как мы будем заниматься. Ну и, наверное, чтобы познакомиться со мной, потому что выбрать свою дорогу – это тоже важно. Угу. Моя основа сломана. Я легче. Здравствуйте. О, готово. Немножко так. Цитат, да, для настроения. Каждый несет в своей крови и в нервных клетках смутную память обо всем, что думали и чем волновались предки. Душа не более как тысячеголосный хор предков, и каждый из нас сам того не замечает, действует не как личность, а как порода. Это генеотическая наша память. Мы все сотканы из кучи-кучи ген наших огромного количества предков, и мне кажется, правильно их достать из небытия, поставить всех по своей иерархии, по своим местам в родословную историю, в семью, и, собственно, благодарить, помнить, знать. Собственно, обо мне. Почему я могу рассказывать о генеалогии и учить других? Я генеалогией занимаюсь больше 15 лет. Я являюсь... Ну, то есть я восстановила свой род уже до 1640-х годов. Ну, это где-то 16-17, наверное, колено. Начинала я, естественно, как любитель. Начинала тогда, когда интернета практически не было, данных не было, школ не было. И, в общем, это было, знаете, как следы слепого в темноте, но как-то что-то находилось. Я года 3-4 назад создала онлайн-школу по генеалогии «Шаг», потом написала детскую книжку, потому что на своем опыте, на опыте учеников поняла, что самое важное, наверное, чем раньше ты застанешь своих предков про бабушек, про дедушек, тем полнее будет твоя история. Соответственно, детей надо приучать, потому что у них огромная семья с малолетством. Потом появился оффлайн-формат. Мне очень нравится оффлайн-обучение, обратная связь в режиме реального времени вопросы, поэтому вот это уже, наверное, седьмой или восьмой поток на разных площадках в нашем городе. Плюс я спикер в музеях, в международном генеэкспо, и очень много, в общем, я по радио, по музеям гастролирую, рассказываю, популяризирую, в принципе, генеалогию родословную, потому что считаю это действительно очень-очень важным. И летом я открыла, собственно, бюро по генеалогии, коммерческое, когда у людей есть деньги, но нет времени, можно прийти и специалисты-историки архивариуса, собственно, восстановят вам по реальным документам вашу историю. Вот. Я больше за то, чтобы искать самим, на самом деле это не очень коммерчески правильно так говорить, но я считаю, когда ты сам соприкасаешься с архивными документами, с находками, это намного круче, чем когда тебе предоставят отчеты в PDF-файле и расскажут, кто кем был. Итак, зачем вообще искать свои корни? Очень много лет назад, да, особенно в эпоху Советского Союза, годы репрессии, это было очень опасно знать своих предков, а если знали, то прятали, не афишировали, привирали. Если читать автобиографии наших предков, в общем-то, в архивах, в партийных документах, там очень много вранья, потому что, ну, реально было опасно. Могли в любой момент постучаться, забрать и вообще, ну, никогда не предугадаешь, какие предки были выгодны, какие нет, да, для политики. В общем, Иван Радства, я не помню, еще и очень надолго засела, хотя вот у нас была в группе девочка из Бурятии, у нее была до сих пор традиция в доме, пока семь колен мужского имени не назовешь, в отчий дом не войдешь. Ну, то есть кто-то действительно до сих пор чтит, а кто-то только возвращает традиции знать своих предков. Считается, если верить эзотерике, психологии и прочим, я вообще про архивы, про реальные документы, про настоящую историю, но, тем не менее, эзотерика, наверное, имеет место быть, да, почему именно семь колен? Проклятие до седьмого колена, семь колен нужно знать, семь я, семь, опять же, да, ну, такое вот очень знаковое, судьбоносное значение. Считается, семь колен человек должен восстановить, помнить и знать. Ну, и с точки зрения эзотерики, каждое колено имеет свое смысл. Первое колено, то есть первое поколение, это всегда мы, тот, кто ищет и тот, кто восстанавливает свою историю. Следующее колено, это наши родители, две штуки, и они формируют наше здоровье, тело, естественно, передают семейной традиции, то, в чем мы воспитываемся, будучи детьми. Третье, наши бабушки и дедушки, через них переходит интеллект, поэтому наши дети умные не в нас, а в наших родителей. Ну, и таланты, и способности, и все остальное, это тоже бабушки с дедушки, и им большое спасибо за это. Восемь человек, четвертое колено, прабабушки, прадедушки, это уже гармония радости в жизни и материальное благополучие. И иногда, очень часто ученики спрашивают, если я все четыре, четвертое колено всех впишу, у меня финансовые потоки откроются. Ну, не у всех проверяла, у кого-то, кто в это очень верит, открываются, конечно. Но в жизни что-то все равно лучше становится точно, когда мы предков достаем из памяти. Пятое поколение родителей наших предков, 16 человек, это безопасность в жизни. Вот это вот ощущение твердо стоять на ногах, независимо, что в твоей жизни происходит, это как раз знание нашего пятого. Пятое поколение отвечает за нас именно в этом роду. Шестое поколение, 32 человека, это связь с традициями уже более в масштабных смыслах. 32 человека с шестого колена отвечают за наши зубы. И если у вас совсем все сыпется, быстро восстанавливайте шестое колено. Ну и последнее, седьмое, это уже самое такое мощное, это национальный эгрегор, это наше все, наш смысл, наша миссия. Вот то, ну, 72, это, собственно, сто, да? Что там, 64 человека, да. В общем, не так много нам нужно найти. И это все абсолютно реально. То есть, ну, седьмое колено, это где-то тысяча, конец 1700-х, начало 1800-х. Сохранность документов, в принципе, в архивах прекрасная, для всех открытая. И абсолютно реально найти, даже если ваши предки, очень частый вопрос, что у меня предки крестьяне, вообще ничего знатного крутого не сделали, документов по крестьянам вообще их не вели с копом, там по помещикам считали и так далее. Вот вообще нет, неправда. По крестьянам очень много документов, очень много информации, каждый шаг крестьянский запротоколирован, особые документы, и 70% этих документов находятся в открытом доступе в интернете. У нас вышло законодательство о том, что многие документы, полезные человеку для генеалогического поиска, должны быть в открытом оцифрованном виде. Чем сейчас архивы и занимаются? Спасибо им, огромная работа и очень нужная. Основных два периода поиска. Это советский период, собственно, с 1917-го до наших дней. И второй период, это дореволюционный, все, что из глубины веков до 1917-го. Есть такое понятие у генеалогов, это документальное дно, то есть сохранность документов. Среднее документальное дно по каждому человеку, это где-то 1600-е, иногда 1500-е годы. То есть можно реально найти до Ивана Грозного. Это хорошая сохранность. Если у вас сохранность не очень, ну, 1600-е к концу, вы все равно найдете. В генеалогии, собственно, главное, вероупорство. И не сдаемся, ищем. Найдут совсем. Вот. Не таким путем, так вот таким. И вот как вот этим путем найти, я тоже рассказываю на своих лекциях. Период разные, потому что разные документы оборот. Советский Союз, это ЗАГС и партийные документы и прочее. До прихода советской власти, это все церковные книги. Собственно, все акты гражданского состояния фиксировались у нас в метрических книгах церковных, да. Проводились всякие ревизские налоговые сказки и так далее. Очень много интересных документов. Вот. И сохранность даже есть, знаете, там, исповедные росписи, старообрядцы, у них свои учеты, разные веры. Очень интересно. Заодно историю подтянем. Наша тема лекций. Как они строятся. Первая лекция будет посвящена, в общем-то, общим понятием принципов генеалогии, терминологии, как строятся деревья, потому что это тоже очень важно. Иногда разбираешь деревья учеников, а там, знаете, все колено вот так вот поперемешаны. Вот колено должно быть четко в одну линию. И рожали же очень много, детей очень много, ветки широкие, поэтому очень хорошо рисовать это на обоих. Ширь как раз хватает рулона. Соответственно, как это строить, какие бывают виды деревьев, какие принципы основные, что должно обязательно быть, какие особые слова могут вам встретиться в архивах и так далее. То есть мы это разбираем на первой лекции. Потом советский период, две лекции, какие документы, где находить, как писать заявления, сопроводительные письма, что вам может дать ведомственные архивы, что вам могут выдать ЗАГСы, где искать информацию, партийные документы и так далее. То есть даже если вы знаете информацию, родился, там, женился, умер, вы можете украсить жизнь человека, жизнь своего предка какими-то деталями с работы, может быть найти, не знаю, иные браки, иных детей, родственников, узнать там про партийные карьеры, или найти репрессированное дело с допросом полным. У меня тоже один из учеников весной по запросу ФСБшный архив через месяц получил полностью дело деда, допрос. Все допросы, ну и статья расстрела. Ничего не знали, просто забрали и все. То есть ничего в семье о нем не знали, вот так вот восстановили. Дальше две лекции у нас будет посвящено вглубь веков. Это все, что касается дореволюционного поиска. Это все старинные документы, работа с, как работать с архивами, какие архивы как отвечают, куда какие запросы, где искать какие виды документов, и где ваши предки в дореволюционной России могли наследить и оставить, собственно, для вас метки, как их найти. Дальше четвертая лекция, наверное, моя любимая, это интернет-поиск, потому что искать предков можно не выходя из дома с чашечкой кофе, а абсолютно продуктивно, реально, увлекательно и находить оригиналы документов, которые есть в открытом доступе. Это, конечно, дореволюционный период, но мы же семь колен ищем. Поэтому интернет-поиск очевидны и не очень источники. Расскажу, как вскрывать сайты мормонов, как работать с VPN и какие у нас прекрасные есть собственные ресурсы, архивы и прочее. И последняя будет лекция, это про фотографии, потому что это недооцененный источник генеалогической информации. Фотографии нужно уметь читать. У нас все смотрят, любуются и не понимают, что фотография, даже обычная фотография, иногда содержит очень много подсказок, где найти, как найти, что найти, где найти личное дело, какого сословия был, насколько были обеспечены или бедны, где проживали, какой брак по счету. То есть на фотографии можно очень много информации вытащить, и вот как по ним проводить расследование, это целая лекция. Ну и, собственно, подведем последние штрихи. Мы создаем чат общий для учеников, где вы можете в режиме пока у вас 7 недель лекции задавать мне любые вопросы, где найти, как найти, что написать. Вот вчера, например, мне до трех ночи девушка писала. Я утром все это прочитала и ответила, она просто искала, и в режиме, вот пока у нее вопросы возникали, она мне туда в чат скидывала. То есть я помогаю, направляю, тупики находятся, ошибки бывают, особенно на первых шагах пути. В общем, 7 недель я в чате в вашем распоряжении. Есть домашка. Моя цель, чтобы за 7 недель вы нарастили ваши деревья, их построили, и не просто построили, потому что у вас есть, а вы не знали, что у вас это есть, и это абсолютно у всех будет. Расскажу, как разбирать семейные архивы, и как вообще дома находить информацию, которой у вас много, а вы не знаете, что она у вас есть. А потом работа с ЗАГСами и работа с архивами, прямо пока мы учимся, и за 7 недель, ну реально до 5-го колена точно построить, если у вас есть только второе, например, если все выполнять вот в ногу с лекциями. Ну а дальше вы уже будете как рыба в воде, и генеалогия эта пожизненная. Не знаю ни одного человека, который начал ее и бросил. У всех бывают периоды затишья, но все рано или поздно возвращаются. Вот. Это примеры документов, которые мы, например, будем с вами рассматривать и искать. Это мой архив, моя коллекция. Вот. Не работает. Вот этот документ. Это список Первой мировой войны о пропавших без вести. Мой прадед, получается, он числился в семье как пропавший без вести, и ничего кроме имени и фамилии про него не знали. Ушел, прабабушка была беременна дедом, родила уже без него. Ну и в семье осталось только имя и фамилия, данных больше не было. Ну я его, естественно, восстановила до 7-го колена, через все метрики, но я нашла его судьбу. То есть я нашла через архивы военные, причем это было оцифрованные архивы, оцифрованный портал о том, что он при взятии определенной высоты в марте 14-го года в Карпатах погиб. Был стрелком, женат, такая-то дивизия, такой-то батальон. Ну, в общем, полностью все. Военные действия были. Это официальные документы архивные. С точки зрения 14-го года. А вы сказали, какой день? Это объявили. Март. 25-е марта. Я принесу документы, вы посмотрите. В этом и вся прелесть истории в том, что официальные источники архивные, они могут быть немножко разные. И он действительно ушел в 14-м году и пропал очень быстро. Собственно. Джи Вор. Как пишите? Джи. Английская, как да и русская. Вор, как война. Джи Вор.ру. Я на самом деле все их дам, безусловно. Ну, кому не терпится. Мы потом посмотрим оригинал документа. Дальше. Вот эта сельскохозяйственная перепись 16-го, 17-го года, собственно, для установки, опять же, все тех же налогов, финансовый вопрос всегда хорошо стоял. И все, что касается финансов, в Российской империи, потом в Советском Союзе очень четко протоколировалось. Вот из этой прекрасной бумажки можно узнать, чем владел ваш предок, какой тип дома у него был, сколько было скота. Это моего предка. У него скота совсем-совсем не было, но у него было много гектар конопли. Конопля — это, собственно, ткани и масло, а он был портным и одевался деревню. Но самое прекрасное, что мы же здесь практически все переселенцы по Столыпинской реформе, так вот здесь вот есть год въезда в нашу губернию, в Томскую. Раньше мы были в Томской губернии. И здесь вот на скане не видно, написано «Курская губерния», откуда выехали. И вот это самое сложное, наверное, в поисках найти, откуда переселенцы выехали. Половина здесь точно будут переселяться в предках. Это пример метрической книги. По-моему, про брак. Да, вторая глава. Кто с кем женился? Собственно, вот как раз Герасим Бардаков, тот, который пропал, и жена его Аксинья. А в Беларуси раньше? Да, конечно. Причем Беларусь очень доброжелательна, хороша, оцифрована, ищется легко. Более того, ну то есть административно-территориальные деления, они же были очень разные, границы шатались, и часть документов по Беларуси находится в наших российских архивах. Ну и очень многие оцифрованные. С Беларуси вообще очень легко работать. Тяжелее, безусловно, сейчас работать с украинскими архивами, но там тоже есть специалисты очень хорошие, которые помогают находить информацию. Чуть дороже, чуть сложнее, чуть дольше, но находятся. А Беларусь и Казахстан? Все отлично. У нас есть... Мы искали предков в Аргентине, мы искали во Франции, в Англии, ну Польша, Чехия, это вообще, да. Ну и, естественно, Германия, потому что у нас очень много немцев. До Америки мы... Вот у меня ученики не доходили, не было родственников Америки. Прибалтика есть. Ну, будем там искать, у кого есть. Да? Границ нет. В итоге, итоговый продукт может у вас стать вообще все, что угодно, потому что писать в стол, конечно, не хотелось бы. Хотелось, чтобы это все ушло вместе, разделилось с родственниками, ушло потомкам. Память о вас и предках, она оставалась в семье. Соответственно, как примеры покажу, там, книги, какие можно сверстать об истории семьи, плакаты с деревом и современного дизайна, и, собственно, как любят винтажного. Кто-то снимает фильмы, кто-то газеты, альманахи выпускает. Причем, когда ищет, начинает общаться с родственниками, и вдруг начинают какие-то родственные связи наращиваться. И дошло до того, что у нас одна из учениц, она вот в конце августа летала на слет деревни, на слет рода. То есть она где-то нашла, познакомилась, говорит, я занимаюсь. Он говорит, м-м-м, а у них был чат, всем были назначены темы, и вот они про историю семьи, про историю рода, про историю края, в общем, так вот вещали, она туда летала. Вот. А краеведческие путешествия, вообще, моя любовь. Поехать на родину предков, зная, например, Карачарова, это Кемеровская область, мы туда поехали, естественно, никого там не осталось, мы стучали во все двери, говорили, здравствуйте. Мы ищем какие-то такие фамилии. Их вспоминали, нашли старый дом разрушенный, нашли фотографии даже моего прадеда. Ну, в общем, очень интересные краеведческие, это отдельная тема, рассказать и вдохновить, как это может быть. Ну и плюс, действительно, восстанавливаются семейные связи, становятся крепче, кланы растут, и значит, что у тебя большая семья. По-моему, прекрасные чувства. Немножко затрону про деревья. Входящие, нисходящие деревья строятся, восходящие. Это то, что основное дерево поисковиков, все, кто занимается генеалогией, это вот вы. И дальше наращивается вверх, потому что мы занимаемся поиском предков, и мы вот растем, наращиваем. Нисходящее дерево, это когда вы от какой-то персоны, там у вас именинный, именитый предок, и вы от него расписываете всех потомков, спускаетесь вниз и ищете низшее поколение. Ну и кольцевая схема красивая, наглядная, видно, где у вас пробелы, там лучиками потом так разрастается. Но сюда вписываются только прямые кровные родственники, никаких там братьев-сестер вы не впишите. Для поисковика это вообще неприемлемый вид, потому что нужно всех двоюродных, троюродных и прочих вписывать, и они могут облегчить вам поиск. Потому что документы, например, по прямому родственнику утеряны, а по его брату есть, и вы можете так ваших прапрадедов вытащить. Вот поэтому в поисковое дерево, которое будет у вас рабочее, все черканное и перечерканное, записываем всех. Делим лучше на четыре, дедушки отдельно, бабушки отдельно, еще деда и еще бабушки. Четыре поисковых дерева мы составляем, с ними работаем. Ну это правило, есть правило, как заполняются поисковые деревья, потому что иногда смотришь, например, написано синица ИП. Кто такая ИП? Куда? Какая? Потом спрашиваешь, а, что-то я забыла, Петровна или Павловна. Ну, в общем, таких быть не должны. Должно быть очень четко прописано имя, фамилия, отчество, девичья фамилия. Если у нее было у женщины несколько браков, пишутся все, потому что это как раз крючки, которые могут вам помочь, собственно, в дальнейших поисках. Должен быть год рождения и год смерти, если мы про ушедших предков, да, и место рождения, место смерти и фиксация брака. Причем в поисковые деревья действительно записываются все браки и все дети, включая мертворожденных практически. Потому что записи о них все равно есть, и это может быть вашим единственным, возможно, шансом найти дальше предков. Не знаешь, насколько... У нас не стопроцентная сохранность документов, к сожалению. Вот, поэтому... Поэтому говорю, обои это хорошо. Эту презентацию, когда... Ну, для тех, кто остается на курсе и мы будем учиться, все презентации я скидываю со всеми активными ссылками, с тем, чтобы вы, вот, ну, не сильно конспектировали, а могли всегда это в удобное время для вас посмотреть, вернуться, и чтобы с вами это всегда было. Это наш пример, там, полностью написано? Нет, нет, вымышленные. Что у вас каких-то вымышленных? Ну, вот я, видимо, попала. Нет, не мои. Что включает, что мы будем делать, ну, подготовительный этап, да? Такое первое касание. Нужно записать все данные в родословное дерево, даже если у вас есть только мама. Очень частая история, на самом деле, когда отцов не знают, истории бывают разные, ну, хотя бы маму, ну, и, скорее всего, деда по маминой линии, по отчеству вы сможете написать. Иногда на это бывает все. Но потом, когда посидите, вот знаете, там есть разные техники подумать, повспоминать, очень часто можно, ой, кажется, мама там про дядю, что ты рассказывал, писали, да? Ну, то есть все, что... Или там по легенде. У меня ученика был, я его часто рассказываю этот случай, был легенда, что у нее прадед грузинский князь. Красивая такая семейная легенда, и что ее бабушка, да, незаконнорожденная. Вот. И, в общем, мы обратились к краеведам, ну, и вроде как по истории этой деревни действительно там проходил грузинский князь, значит, там с какими-то торговыми, не торговыми делами. Ну, вот он проходил действительно через эту деревню. Соответственно, есть большая вероятность о том, что наши красивые русские девушки зацепили его внимание. Ну, вот мог быть чисто гипотетически действительно внебрачный ребенок. Можно тогда найти этого потомков, сдать ДНК-тест, подтвердить теорию, но они решили это оставить, собственно, легендой, исторически подтвержденным фактом. Вот. А другая у нас во время занятий, как раз вот здесь в библиотеке, нашла родство с Никулиными. Вот с Юрием Никулиным. Интересная история складывается у каждого. Соответственно, все записываем, да, все, что помним, не помним. Если бабушка рассказывала, плохо помню, тоже записываем со знаком вопроса. Дальше генеалогические карточки, про это я буду чуть позже рассказывать, уже на лекции. Пересматриваем все семейные альбомы, фотографии. Обязательно смотрим с обратной стороны, потому что как раз обратная сторона это кладезь информации. У нас раньше как рассылали? С приветом, с подписями, да? Одновечную память, от твоих тех-то, не забывай сердце мое. Там такие поэтические подписи были. В общем, смотрим на обратной стороне, что написано и выписываем, даже если вы пока не понимаете, что это. Потом разберемся. Я на фотке видела на обратной стороне. Смотри на мой мертвый образ. Готика какая-то. В смысле, что запечатленный образ. Ну, фотография штука появлялась. Для некоторых это было безумно дорогим удовольствием, для того, чтобы там сфотографироваться. И, кстати, по качеству фотографии, вот если это граница с дореволюционным, можно понять про состояние вашей семьи. На ощупь можно определить брестольский картон, который стоил бешеных денег, он очень шелковый. И вот если у вас в картонке, в паспарту сохранились кабинет-портрет, они назывались вот такие вот фотографии, ну, вдруг там унаследовали вы. Потрогайте, его сразу чувствуется, значит, все хорошо у вас было в семье с финансами. Он обалденный на ощупь. Так, перебираем в семейный архив все документы, да, все любые открытки, телеграммы и даже квитанции. Например, ну, я за то, чтобы восстанавливать не просто имя, фамилия и даты, да, а за то, чтобы человека характер, род деятельности, вот, его очеловечить, память, а не просто надгробные данные. Вот, соответственно, перебирала девушка одна так документы, нашла кучу-кучу черновиков писем в администрацию, что что-то ему там не нравится. Про характер сразу становится понятно все. Вот, ну и какие-то вот такие детали из каких-то мелких бумажек на самом деле о человеке можно сложить представление. Поэтому перебираем все коробки на чердаке, у бабушек, у теть, везде, где вы можете. А? Вот, это беда-беда. Но у кого-то хранятся. Я один раз приехала в Красноярский край, в деревню Шало, а оттуда у меня бабушка. Ну и, соответственно, там все, колено, дом, несколько. Вот, приехала и реально пошла со сканером по всем домам стучаться. Я сканировала у них бумаги, они находили письма. На деревне небольшая была, они все друг друга знали. Знаете, сколько я фотографий у соседей нашла? Вообще, они же гуляли-то всем. Сначала пугались, потом говорят, что сейчас мы найдем. И вот так вот семейные альбомы доставали, доставали, доставали. Я целый день, ну прям, я потом, правда, выкатилась, потому что меня везде кормили, поили. Вот, но я сканировала очень много фотографий. Соответственно, система. Сканируем все документы и особенно фотографии. По-хорошему фотографии нужно хранить в специальных бескислотных конвертах. Их можно всегда заказать на любом масс-маркете и в специализированных там, не знаю, художественных магазинах. Но это для тех, кто сильно бережет фотографии, для тех, кто про систему, про бережные отношения. Если конверты, они продаются? Да, да. Они продаются, ну, например, на Вайлберсе можете забить, да, в Яндекс.Маркет. Могут быть... Да, бескислотные фотографии, бескислотные конверты для фотографий. Они бывают разных размеров. Самое главное в нем то, что они не пропускают, они не дают фотографиям выцвести. Вот. А иногда это, ну, вот особенно там, 100-летние фотографии, это важно. Или те, которые печатались самостоятельно в домашних лабораториях, да, вот эти вот как разными 60-х годов, вот они выцветают вообще быстро. И особо дорогие, можно сложить эти бескислоты, они дольше продержатся. Ну, и, собственно, генеалогия — это, безусловно, общение. Очень много со знакомыми и не со знакомыми тоже. Такое пыточное мероприятие для интровертов. Вот. Но, тем не менее, общаемся много, очень много форумов, очень много сообществ. На самом деле, люди, те, кто в генеалогии, они очень легко идут на контакт и всегда рады помочь. Есть крупнейший портал vgd.ru. Это такое прямо сборище самое большое генеалогов России. Начиная от... vgd.ru Всероссийское генеалогическое древо. Вот. Вгд может по-русски набрать, может по-английски. Он всегда... Ну, то есть это самый большой форум. Самый большой портал. Там сидят от людей, которые вообще на вы, даже не знают, что такое дерево, и вообще, в принципе, ничего не знают, задают вопросы, им помогают, до очень крутых профессур и историков, которые вам по фотографии разложат все военные действия. Вот вас туда надо со знанием войны. Вы сможете консультировать, да? То есть, ну, иногда ты... У меня была фотография прадеда в военной форме, и я ее скинула туда, говорю, я ничего не понимаю в военном, но я, на самом деле, действительно вообще не моя тема, война. Вот. Я скинула, говорю, покажите, ну, в смысле, расскажите, что, какое звание. И вот они, в общем, они долго дискутировали между собой, там, четыре мужика, и потом сказали, бутафория. Ну, то есть, они прямо разложили, что ремень вот отсюда, вот это вот, совсем от других видов войск, там, еще что-то. Ну, то есть, он взял красиво, вот в офицерской форме сфотографироваться в студии с женой. Действительно, очень парадный, очень красивый фотографий, но, тем не менее, вот к войне он не имел никакого отношения. И там они... Форму казачьей сотни. Нашли? Ну, ребята из чата, какого же. Вот. Это и форма казачьей сотни красноярска. Ну, то есть, вот, вот так вот неожиданно туда закидываем, да, там можно искать по населенному, по фамильный список самый простой. Иногда бывают целые деревья, особенно если у вас есть немцы в роду, ну, вот по-волжески немцы особенно, да, которые переселения. Немцы вообще очень педантичные, и у них по 300 лет можно сразу хоп и дерево себе пристроить, если этим заняться. Вот. Тем, у кого русская кровь, те это... В общем, сложнее. Вот. Но этим мы тоже составляем. ВГД, ну, и список интервью, со всеми мы будем общаться. С кем и как, и какие триггерные вопросы задавать. Никогда нельзя спрашивать, ну, давай, рассказывай. И вообще надо же на диктофон все писать, мы это помним. Мы это знаем, ну, я об этом еще расскажу. Вот. Но если вы в лоб спросите, старшее поколение закроется и скажет, да что тут вспоминать, жили-дожили, и вообще вспоминать нечего, и нечего трогать прошлое. 90%. А вот если вы спросите про первого поклонника, про букет, про любимую кашу, как бабушка песни пела, память начинает по-другому думать, работать, и начинает вам выдавать всю историю со всеми подноготными, со всеми родственниками. Собственно, это мы пропустим пока. Это тоже, ну, и некрополистика, как отдельный вид искусства, и отдельный вид генеалогического источника, и очень тоже всеми недооцененный. Есть у нас даже в Новосибирске целые отряды, сообщества некрополистов, которые занимаются восстановлением могилы, цифровкой, все новосибирские кладбища оцифрованы. И если у вас кто-то из предков похоронен на Новосибирском кладбище, и вы не знаете нигде ни даты смерти, и тем более где похоронены, вы можете это найти в интернете. Вам будет имя, фамилия, дата рождения, дата смерти, где, собственно, могила находится прямо на карте кладбища. В селах тоже в некоторых есть, и в других городах. Москва, Питер, понятно, тоже оцифрованы, остальные пока в процессе. Но есть практически везде, есть энтузиасты, которые, собственно, волонтеры, которые ходят и восстанавливают старые могилы. И вносят как-то вот имена в разные базы, в том числе на ВГД. Ну и самим, если есть возможность прогуляться, можете найти, особенно по старым кладбищам, можно найти, ну я не беру наши большие, Зальцовские, да, а я говорю про сельские, можно найти очень много родственников. Все хоронили плюс-минус рядом, и, в общем, я тоже по ним гуляла, и много информации тоже собирала. Учеников всех отправляю, практически у всех кто-нибудь чем-нибудь находится. Вот это основа, это то, что мы будем, собственно, проходить, и как мы все это дело будем проходить. Давайте вопросы, если есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...